КОСТЮМ И ИГРА Руслан – хореограф. Три года назад Анастасия познакомила его с миром косплея. Теперь перевоплощение в разных персонажей парня интересует, но куда меньше, чем создание костюмов. Он – крафтер. На малярном скотче создается примерная выкройка с рисунком того, чего мы хотим добиться. Первая примерка прямо на модели – пищевая пленка, малярный скотч, ножницы. Основной материал для работы – полимерный пластик. Также крафтеры используют и 3D-принтер. Создание костюма – кропотливый труд и неплохой заработок. Популярные крафтеры за один костюм могут заработать более 30 тысяч рублей. Но время – деньги. Работа может продлиться и три месяца. Но это того стоит, признается Руслан. Бывалые косплееры особенно ценят доспехи ручной работы. Мне нравится процесс создания. Покупать – это, наверное, хороший вариант. То есть ты тоже идешь к такому же человеку и покупаешь. Просто потому, что у него больше времени, чем у тебя, и все. В коробках, стоящих в мастерской, мирно соседствуют супергерои и злодеи. Ребята бережно хранят самые ценные костюмы. С особенной теплотой вспоминает Анастасия, как 11 лет назад первый раз перевоплотилась в Лару Крофт. Школьное увлечение переросло в образ и стиль жизни. Даже в школе на меня косо смотрели, типа, ты вообще какая-то странная. Тогда про это никто не знал. И поэтому не такой, как все, это было больше даже как обидно. Потому что все считали, что у тебя что-то там не в порядке. Ты там анимешник какой-то, что с тебя взять? Ну вот это все очень было неприятно. То есть сейчас вся вот эта индустрия, то есть и игры, и гик-индустрия, и комиксовая, и косплея, она вот как-то вместе соединяется, она популяризируется. И сейчас, то есть быть косплеером, это не стыдно, там, это не как-то типа, ой, ты странный. Это здорово, то есть что сейчас даже просто люди, которые никогда не занимались косплеем, никогда там не создавали что-то, они могут спокойно там купить какой-то костюм и прийти в нем на Комик-кон, там, Игромир, которое самое популярное мероприятие у нас. И то есть, и получить от этого тоже удовольствие. Косплей – это не маскарад и не анимация, уверяют ребята. Это чаще косплеят на фестивалях и конкурсах. Приветствуется стопроцентное попадание в образ, но самое главное в косплее – внимание и любовь к персонажу комикса или сериала. Универсальной причины для косплея нет, как и для любого другого хобби. Василиса Ивашкин, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.